Выставка World Food 2022 продолжается, а мы, между прочим, продолжаем общаться с лучшими, с лидерами рынка. Один из них прямо сейчас рядом со мной, это Александр Сахно. Александр, здравствуйте. Добрый день. Представьте, пожалуйста, свою компанию, расскажите, чем вы занимаетесь. Меня зовут Александр Сахно, я являюсь коммерческим директором компании TransStroy Resource из города Владивосток. Расскажите немного о вашей продукции. Мы занимаемся выращиванием, производством рисовой крупы на территории Приморского края. Большие сельхозугодья уже более 100 лет на территории Приморского края выращиваются различные крупы, соя, кукуруза. Но мы определились в такую низкую нишу, как крупа рисовая. На территории Дальнего Востока много вокруг, в окружении азиатских стран, поэтому крупа достаточно известная, имеет большой туристический потенциал. Это ресторанный бизнес, и, соответственно, мы решили в этом направлении двигаться. Расскажите, пожалуйста, сколько компания присутствует на рынке? Мы довольно молодая компания, мы всего лишь работаем три года. С 2019 года решили убрать, скажем так, все лишние направления и сосредоточиться в данном продукте и его продвигать в таком формате. Если есть какая-то сравнительная статистика, в этом году работать легче или тяжелее, чем в прошлом? В этом году сложнее немножко работать, так как есть некоторые, скажем так, потрясения, изменения рынка, как в ценовом отношении, в сырьевом отношении. Поэтому 2021 год был все-таки более стабильный, более показательный. 2022 немножко такой колеблющийся, туда-сюда. Ну, не сдаемся, останавливаться нельзя, нужно работать. Ну, вот вы говорите, компания молодая, а, между прочим, вижу медаль золотую. Расскажите, за что вы ее получили и в какой номинации? Да, мы, скажем так, молодая компания на Дальнем Востоке, скажем так, не можем конкурировать с большими производителями, поэтому задача расшириться и представляться не только на территории Приморского края и Дальнего Востока, но и чтобы о нашей продукции узнали на территории всей России. Поэтому мы посещаем различные выставки World Food, Prodexpo и стараемся участвовать в различных дегустационных номинациях, для того, чтобы понимать, даже если мы не займем никакое почетное либо непочетное место, чтобы знать, то есть на кого равняться и с чем смотреться. В этом году мы получили золотую медаль в номинации крупы в дегустационном конкурсе с нашим продуктом. Это рис японка, сорт экстра. Его основная замечательность в том, что сорт экстра сам по себе в России почти ни один из производителей наших крупных не изготавливает. Чем это обусловлено? Тем, что выбираются только максимально большие крупные зерна, убирается максимально весь мусор. Соответственно, покупатель, потребитель, домохозяйки, шеф-повара получают только готовый хороший продукт без всяких примесей. Здорово. Золотая медаль на выставке World Food, это, наверное, многого значит для производителей. Этим можно гордиться. А скажите, сама выставка как-то помогла вашему бизнесу? Смогли ли вы найти нужные контакты каких-то поставщиков интересных? Да, с первых же дней, то есть большой поток людей приходит. Очень многие, скажем так, после ухода иностранных компаний из России, то есть стараются выйти на рынок импортозамещения. И наш продукт находит отклик у тех заведений, которые, ну, либо оптовиков, которые работали на импортном сырье. Это американский рис, колл-роуз, там, вайсти, либо японская кита какая-то, то есть ищут прям целенаправленно. С учетом того, что мы находимся в России, логистические издержки и ценообразование в разы меньше. Соответственно, есть несколько прям готовых людей взять на отработку продукцию и работать. Несколько сетей приходили к нам, азбука вкуса, твой дом, большие гипермаркеты. С твой дом мы позавчера уже встречались. Предварительная договоренность у нас есть, заведение позиций в торговой точке, во всем ассортименте. Поэтому надеемся, что все у нас получится. Александр, мы вас поздравляем. Желаем вам еще один день здесь успешно завершить сделками и просветание компании. Большое спасибо, всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok